Военная инженерия – сфера сложная, но весьма значимая. Специалисты в этом направлении разрабатывают чертежи и возводят строения, ремонтируют системы управления, умеют конструировать и поддерживать в рабочем состоянии военную технику. При этом, как любые военные, они должны уметь и с оружием управляться, и ходить строевым шагом. Эти навыки проверили во время конкурса военная инженерия, который прошёл в Балаковском политехническом техникуме и был приурочен к Дню Победы. Соперниками Балаковских студентов стали курсанты Извольского военного института материального обеспечения. Мероприятие такого уровня между двумя образовательными организациями высшего образования и среднего профессионального проводится впервые. И неважно, какая из команд сегодня займёт первое место и получит этот переходящий кубок, Самое главное, что мы сегодня здесь все вместе и мы едины. А когда мы едины, то мы непобедимы. Всё правильно. Всем удачи, успеха, в добрый путь. В каждой команде было по 13 человек. Возраст одинаковый. Ребята 2004-2005 годов рождения. Из Вольска приехали первокурсники, Аблакова представляли студенты третьего курса, оценивались навыки в нескольких направлениях. Инженерная графика, 3D-моделирование, строевая подготовка, потому что молодёжь допризывного возраста, значит стрельба в тире из пневматической винтовки. И если участники были одного возраста, то командиры отличались. Команда БПТ сделала ставку на молодость и активность, выбрав командиров первокурсника на два года младше остальных участников. В школе был командиром 9 классов и выносил флаг, то есть умею маршировать, да и вообще проявил себя, недавно была тоже зорница, проявил себя как командир хороший. Аблольская команда доверилась 27-летнему Алдару Бадееву, у которого за плечами 7 лет службы в армии. Поэтому командир не увидел сложности в выполнении задания. Строевая у нас и так нормальная, в принципе, должна быть. По инженерной графике мы приготовились. По итогам всех этапов переходящий кубок достался студентам Балаковского политехнического техникума. Им помогли сплоченность команды и правильный настрой на победу. Организаторы говорят, что конкурс военной инженерии станет традиционным. И у вольской команды в следующем году появится шанс получить кубок. Ну а пока трофей будет храниться в БПТ. Продолжение следует...